19 августа в стенах Казанского федерального университета состоялась вакцинация сотрудников ВУЗа от COVID-19. О том, как проходит иммунизация в нашем сюжете. Остановить пандемию от COVID-19 можно с помощью вакцин. Они являются одним из важнейших инструментов борьбы с пандемией. Сегодня выездная медицинская бригада университетской клиники КФУ работала в здании Казанского университета. Сотрудников прививали вторым компонентом вакцин «Спутник Ви». Другое ее название – гам-ковид-вак. О ходе иммунизации и возрастных ограничениях рассказала заведующая эпидемиологическим отделением университетской клиники КФУ Татьяна Шлепченкова. «Спутник лайт и ковид-вак делаются только до 60 лет. А вот обычный спутник гам-ковид-вак, он делается с 18 до без ограничения возраста». Рекомендации после вакцинации остаются теми же. Врач посоветовал не мочить место прививки два дня, не употреблять спиртные напитки и не перетомляться. «Возможно поднятие температуры к вечеру в течение двух дней. Это прописано в инструкции, то есть это обычная нормальная реакция организма на введение вакцины. То есть в этом случае рекомендуется жаропонижающее, если выше 38 температуры, антигистаминное и полежать дома». Также врач напомнила, что иммунизироваться можно в поликлинике по адресу улицы Вишневского, 2А. Запись осуществляется по телефону 2-33-30-00. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс.